И снова всем привет! Это третье видео из Ялты 2019 года, и сегодня мы отправляемся посмотреть на достопримечательность вокруг города. Начинаем с Ливадийского дворца и Царской тропы, а далее планируем подняться на гору Айпетри. Мы прошли несколько сотен метров от нашего Ливадийского спа-отеля вдоль моря, до пляжа, который так и называется Ливадийский, а теперь поднимаемся в гору вот по этой лестнице. Поднялись на несколько десятков метров вверх по лестнице, вышли вот на эту дорогу, тоннель, который указан на карте, перекрыт, и приходится идти по ней. Подъем к Ливадийскому дворцу от пляжа пролекает по извилистым дорогам и целой сети ступенек. Здесь можно легко заблудиться, поэтому для трекинга своего маршрута на карте я использую приложение Maps.me. Если бы не эти оффлайн-карты, то вряд ли мы вообще смогли бы куда-то здесь добраться. А так всегда точное местоположение, пешая и автомобильная навигация под рукой. И что важно, без интернета. Жаль только, что маршруты общественного транспорта пока не работают. В общем, кто в Крыму первый раз, можете пользоваться этим бесплатным приложением, не потеряйтесь. Это вот лифт на пляж, но вероятнее всего он уже давно не работает. Продолжаем подъем. Остается еще метров 800. Неподготовленному человеку этот подъем будет довольно трудно осилить, так как общий перепад высоты от моря до дворца примерно 140 метров. или около 40 этажей. Подъем от пляжа занял примерно 25 минут, и мы вышли к памятнику Александру Третьему. На территории дворца играет классическая музыка, и вы немного ощущаете себя в конце 19-го, в начале 20-го века. От памятника Александру Третьему до дворца нужно пройти еще 200 метров. Левадийский дворец Левадийский дворец – это резиденция в стиле итальянского возрождения, которая была построена в 1911 году для императора Николая II. Добраться сюда от Ялты можно на автобусе, например, до остановки Санаторий Пограничник или Левадия. Тут довольно много туристов, стоимость посещения дворца – 400 рублей за взрослый билет. Мы же не будем здесь задерживаться, идем на прогулку по Царской тропе. Начинается тропа у Свитского корпуса. Солнечная царская, или, как ее еще называют, горизонтальная тропа, была проложена с 1900 по 1901 год. По распоряжению Николая II соединяет она два царских имения – Левадию и Орианду, и ее длина – более 6 километров. Изначально тропа появилась в 1843 году и проходила только над Нижней Ориандой. В дальнейшем ее протяженность увеличили. По всей длине тропы имеются указатели – сколько метров вы прошли в одну или в другую сторону. Царская тропа предназначалась для оздоровительных пеших или конных прогулок. Пролегает она по горам, но здесь нет резких перепадов высот. Тропа почти полностью закрыта от солнечных лучей, и сейчас здесь отлично просто ходить или кататься на велосипеде. Здесь можно значительно оздоровить свои легкие и ознакомиться с интересными представителями крымской флоры. Кстати, в одном из следующих видео мы побываем в Никитском ботаническом саду города Ялты, и там богине флоре установлен памятник. Завершаем прогулку по солнечной тропе возле этой ротонды, а теперь отправляемся к Ласточкиному гнезду. От остановки Арианда проехали 5 остановок до Ласточкиного гнезда. Автобус номер 132, стоимость проезда 25 рублей с человека. Сейчас мы находимся уже не в Ливаде, а в поселке городского типа Гаспро. Замок Ласточкиного гнезда видно прямо с Алубкинского шоссе, и можно уже отсюда сделать неплохие фотографии. От шоссе до замка идти около 600 метров, при этом здесь еще и перепад высот порядка 70 метров, то есть сначала вы спускаетесь вниз, этажей на 15-20, а затем нужно подняться этажей на 5 вверх. При этом народу здесь ходит очень много, а ширина ступенек в некоторых местах совсем небольшая, и в итоге от шоссе до замка только в одну сторону идти минут 20 в лучшем случае, а обратно и того дольше, так как подниматься труднее. Субтитры подогнал «Симон» Ласточкино гнездо – это памятник архитектуры и истории, который расположен на Аврориной скале мыса Айтадор. Высота скалы 40 метров. Высота памятника стилизована посреди вековый замок 12 метров. Изначально на этом месте была деревянная постройка, а затем в 1911-12 годах возвели уже каменный замок с башней. Примерно в таком виде замок и сохранился по сей день. Вокруг замка есть несколько смотровых площадок, на одной из них я начинал эту серию видеороликов из Ялты. Разумеется, тут продают сувениры, и можно побывать в самом замке. Цена взрослого билета 100 рублей, но народу внутрь ходит немного. Также тут предлагают дополнительные услуги и экскурсии. И еще есть дерево желаний, на котором можно повязать ленточку с собственным желанием. Рядом с Ласточкиным гнездом имеется пристань, на которую регулярно прибывают прогулочные катера с туристами из Ялты. Правда, выглядит вся эта пристань устаревшей и нуждается в серьезном обновлении. Ласточкино гнездо – визитная карточка не только Большой Ялты, но и всего Крыма. Пока мы были здесь, небо заволокло облаками, и поездку на гору Айпетри решили перенести на завтра. Наступило утро, день обещает быть солнечным, и, надеюсь, сегодня мы попадем на гору Айпетри. Идем сейчас от отеля на автобусную остановку, которая называется таксопарк. На гору можно попасть двумя путями, если у вас с собой, конечно, нет, например, вертолета. Первый путь – это канатная дорога, второй путь – автомобильная дорога. Канатная дорога на Айпетри идет от курортной местности Мисхор, поселка городского типа Кореиз. Стоимость подъема и спуска с горы по 400 рублей за билет для взрослого, для ребенка по 250 рублей. Время подъема около 15 минут. Здесь надо сказать, что если у вас ограниченное количество времени, и вы хотите быстро подняться наверх, покулять и спуститься, то однозначно выбирайте подъем на канатной дороге. У нас же свободного времени много, и я подумал, почему бы не подняться на гору на автомобиле. Может, по пути есть что интересного посмотреть, ну а спуск осуществим на канатке. От Ялты до канатной дороги можно добраться на автобусах 102 и 132, также можно доехать до остановки Хастабаш на 107 или 115 автобусе и пройти еще 600 метров до канатки пешком. Автобусы ходят довольно часто, первый автобус, который к нам подъехал, был номер 115. Едем к канатной дороге, но в планах подниматься наверх на автомобиле. Пару слов скажу про местные автобусы. Ездить на этих старых и переполненных автобусах в 30-градусную жару – удовольствие так себе, очень душно. Водители такое чувство, что тормозной системой вообще не пользуются, оттормаживаются двигателем. Стоимость проезда в пределах Ялты – 20-25 рублей, если ехать, например, до Семиза, это примерно 20 километров, цена будет 45 рублей. Если нужны какие-то промежуточные остановки, водитель сам оговаривает цену, обычно в пределах 10-30 рублей, оплата только наличными. Добрались до остановки Хастабаш, и нам тут же предложили поехать на Айпетре на микроавтобусе. Цена такая же, как и на канатку – 400 рублей. Туристов быстро собирают по всей округе, и далее вы отправляетесь в дорогу. С нами в автобусе было 10 человек, включая 4 детей. Заранее оговаривайте с водителем, могут ли маленькие дети ехать бесплатно. Наш водитель не был против этого. Рассчитаться с водителем можно после подъема. Итак, отправляемся вон туда. Дорога, которая ведет на вершину, здесь всего одна. 10 минут езды по горному серпантину от Ялты, и мы около водопада Учан-Су. Говорят, здесь не было дождей в течение трех месяцев. Возможно, этот водопад пересох. Водопад Учан-Су – самый высокий водопад Крыма. Находится он на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота водопада – 98,5 метров. К сожалению, сейчас он действительно пересох. Возвращаемся обратно к автобусу. В принципе, здесь сейчас смотреть особо нечего. Еще через 10 минут езды вверх на гору. Вторая остановка – Черепашье озеро. Здесь действительно много черепах. Черепашье озеро – это небольшой водоем на высоте 578 метров над уровнем моря. Расположен рядом с Бахчисарайским шоссе. Напротив дороги есть небольшая хижина. Здесь довольно живописно, и можно обойти от озера всего за пару минут. Также здесь есть родник. За счет него и подпитывается озеро. Продолжаем движение наверх. Следующая остановка, минут через 5 езды от Черепашьего озера – это Серебряная беседка. Сооружили ее в 1894 году, чтобы отметить окончание строительства стратегической дороги из Ялты в Бахчисарай. Дорогу строили 30 лет. Серебряная беседка – это формальная ротонда белого цвета. Находится она на высоте 850 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на Ялту, и его надо видеть вживую. На фото и видео вот эта зеленая гладь хвойных деревьев ощущается и передается совсем не так. Едем дальше наверх. Общее время подъема на гору Апетри с учетом трех остановок составило 2,5 часа. Конечная точка подъема на автомобиле – это верхняя станция канатной дороги. То есть вы оказываетесь ровно там же, что и при подъеме на канатке, только на автомобиле за более длительное время. Здесь наверху довольно много мест, которые можно посетить, и развлечений. Начиная от конных прогулок и заканчивая пещерами и скалолазанием. В большинстве путеводителей можно со всеми местными развлечениями подробно ознакомиться. Заниматься чем-то конкретным в мои планы не входило, интересно было только полюбоваться видами с высоты. Гора Айпетри – одна из самых известных достопримечательностей южного берега Крыма. Высота самого крутого пика – 1234 метра над уровнем моря. Здесь есть несколько смотровых площадок, а также рельеф горы способствует наслаждению видом от Ялты до Олубки и Семеиза. На некоторых смотровых площадках установлены бинокли. Цену за их использование вы видите на экране. Что касается канатной дороги, то она входит в топ-10 лучших подвесных дорог мира. Кабинки подъемника вмещают по 40 человек. Верхняя станция работает до 18 часов. Давайте поднимемся на самый верх, вернемся перед закрытием станции и поедем вниз. Прошли небольшую рощу и до вершины еще около 100 метров. На вершину горы Ай-Петри ведет тяжелая каменистая тропа. На ней очень легко запыхаться, да и ноги переломать. Поднимайтесь аккуратнее. Здесь находятся природные каменистые столбы, которые называют зубцами Ай-Петри. К ним можно пройти по подвесным мостам. Цена прохода – 500 рублей. Также на вершине горы имеется аттракцион «Фрирайд». Стоимость спуска – 1000 рублей. Закрывается он за полчаса до закрытия канатной дороги. Несмотря на тяжелый подъем и каменистую поверхность, сюда идет огромное количество людей, чтобы сделать фотографии. Здесь очень сильный ветер, и я не рекомендую подниматься сюда с головным убором. Его может очень легко сорвать. Вид отсюда просто обалденный. Всем рекомендую здесь побывать. Как я уже сказал, канатная дорога на вершине Ай-Петри закрывается в 18.00. Нужно идти спускаться. Спуск здесь не менее тяжелый, чем подъем. Сели в кабину канатной дороги. Едем вниз. Справа по ходу нашего вагончика причудливые зубцы и петли. Пункт реангуляции, адреналиновый мостик. Фигурки людей, высшая точка. Зубцов 1234 метра на Дворный море. На одном из зубцов стоит крест. Он стоит со временем съемок и переорвок. И на зубцах красный флаг. Каждый год 9 мая его устанавливают в кабинете. В середине спуска есть станция пересадки в другую кабину. Редактор субцитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот такой получилась поездка на гору Апетри. Сейчас мы едем в Ялту, чтобы купить билеты на комету, так как в следующей части мы отправимся в Севастополь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Увидимся в Ялте и Севастополе. Счастливо! Севастополь 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 Севастополь